Новый виток в деле о пожаре в лагере «Виктория». Сторона защиты заявила о срочном ходатайстве с просьбой получить результаты независимой комплексной экспертизы. Сейчас доступ к ним ограничен, они фигурируют в другом уголовном производстве. По мнению защитника директора лагеря, результаты этой экспертизы могут снять обвинения в нарушении требований пожарной безопасности Петросом Саркисяном. Санкции статьи предусматривают от 3 до 8 лет лишения свободы. Отриманный належным чином посвященный висновок экспертизы, номер 92-43, 29-го, 1-го, 19-го року, может быть как документ, поисновый доказу, с метою переверки показаний Ланина, Бекетова, Кулябы, Саркисяна, Адамских. В частине, что они особисто бачили середак пожежи в комнате номер 4, корпуса номер 5, которую занимал художник и руководитель Адель Егорова, та чула видна, что причина пожежи забуд и не в комнате, включенной кипятином. Заявлено ходатайство при общении к материалам дела уже, как выяснилось, готовой экспертизы комплексной, которая назначалась в другом уголовном производстве для выяснения причин возникновения пожара в частности. Вот соответствующим ходатайством выступила защита. В следующем судебном заседании этот вопрос будет разрешен согласно того порядка, который был определен судом. Ну и, соответственно, позиция у всех участников по этому делу будет высказана уже после того, как мы будем ознакомлены с текстом самого ходатайства. Сейчас суд продолжает допрос свидетелей по делу о трагедии в детском лагере Виктория. В сентябре позапрошлого года во время пожара погибли три ребенка. Основные свидетели Татьяны Егоровой и Анна Чернова до сих пор не явились в суд для дачи показаний. Родители возмущены, ведь по их информации женщины даже не находятся в городе. На протяжении всего времени мы добивались услышать показания Черновой, непосредственно ответственную вожатую, руководителя Егорову Татьяну Олеговну, в комнате которой произошел пожар. Мы, родители и дети, имеем на это право услышать показания непосредственно этих свидетелей. Но по сегодняшний день мы их не услышали. Мы обращались в следственное управление, мы обращались в прокуратуру, привлечение их на детектор лжи, но нас никто не слышит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...